Ольга, скажите, пожалуйста, во-первых, почему Антарктида? Не самая простая, но и не самая популярная тема. Ну, как-то так повелось в жизни. Вот уже ещё 14 лет назад я нашла эту тему, вот очень её полюбила, погрузилась. И, как пишут знаменитые полярники в своих известных книжках, Антарктида отпускает трудно. Поэтому туда хочется возвращаться снова и снова. Очень богатая тема, о которой практически никто ничего не знает. Совершенно благодатное поле, на котором можно снимать и снимать, проект за проектом. Потрясающее количество разной фактуры, человеческих судеб удивительных, интересной науки, занимательной логистики. Ну и, в общем, много всего такого интересного, что людям мало доступно. И об этом очень интересно рассказывать. Ну и самой познавать. Что такое Антарктика и какие фильмы об этом вы сняли? Ну, вот это удивительный мир, который живёт вообще абсолютно по своим законам. Там особые отношения между людьми, там особые ценности. И когда туда погружаешься, понимаешь, вот в какой-то момент, что ты вообще, ну, как на другой планете находишься. И, в общем-то, часто, например, станцию Восток сравнивают с Марсом, потому что 9 месяцев в году туда невозможно ни на какой технике добраться, ни на вездеходах, ни на самолётах. То есть это полная, абсолютная изоляция. Вот, как говорит один герой в одном из моих фильмов, что даже с МКС проще человека эвакуировать и совершить какую-то там спасательную операцию, нежели вот со станции Восток. Сегодня здесь на экране будет фильм «Остров Буромского, согревший Антарктиду». Это, получается, четвёртая картина меня и моей команды, снятая в Антарктиде. Вот, предыдущие три фильма есть в открытом доступе, их можно найти в интернете. Они называются «Станция Восток на пороге жизни», «Русская Антарктида, 21 век». И первый фильм, который был снят в 9-10 году, он называется «Зимовка». На русском, прямо на скалах, стоят могилы. Здесь покоятся люди, о которых не пишут учебники географии. Но без них было бы невозможно освоение Антарктиды. С момента первого захоронения прошло уже больше 60 лет. За это время на кладбище никогда не было откуда-то. Если человек во время зимовки погибал, то его просто физически не могли вывезти. Зимой атомные рыбоковы не могут зайти. Антарктические воды, как запрещено, договором от Антарктиды. Антарктиды дизерами могут не пробить людей. И проходил уже до этого лета. Если хранить для этого тела, то нас, стоящиеся на зимовке людям очень тяжелые психологические. Остров полностью отрезан от мирного. Туда попадать только вертолетам. Родные виски туда попасть не могут. Там могут попасть, но это вообще только порядок. Ну, вот нынешняя тема, она достаточно такая непростая. Она как минимум про смерть. Почему именно эта тема вас заинтересовала? Она не про смерть. Это только тема про смерть. А мы старались, чтобы фильм вокруг этих трагических судеб, чтобы он был очень-очень про жизнь. Чтобы он был про радость жизни, про любовь к этой жизни, про то, как люди находят смысл, про жизнь и своё призвание, и про то, какую полноту счастья человеку даёт нахождение на своём месте и служение своему делу. А путь к этому, ну, и к этой теме, вообще к этому фильму, для меня это больше, чем фильм, потому что я была инициатором проекта по реставрации кладбища, который находится на острове Буромского. И к этому проекту мы шли очень долго, и материал для этого фильма собирался, наверное, все 14 лет, которые я занимаюсь, темой высоких широт. Вот. И там такое количество эксклюзивных кадров, которые вообще себе даже помыслить трудно. Там кадры сняты полярниками, вот для себя, предназначенные только для показа там на собственной кухне, своей жене, своим друзьям. Они были подарены нам, фильм. И там очень много таких вот, ну, именно очень-очень честных документальных кадров. Это, как я понимаю, не находится в общем доступе этот фильм? Я его не нашла? Да, в этом доступе его нет. Еще, я думаю, где-то в районе года не будет. То есть те, кто только пришли в Совкино, могут его увидеть? А вот лекция, она будет о чем? Ну, она будет рассказывать об истории создания этого фильма, о том, как мы пришли к этой теме, о том, как искали героев, о том, с какими там сталкивались трудностями, переживаниями. Вот. Ну, и это, как правило, ну, единственное, скажем так, что можно делать после просмотра, потому что зрителям, как правило, хочется помолчать, вот. А помолчать и подумать после фильма. И где-то вот спустя полчаса уже такого как бы рассказа, разговора, начинаются вопросы, и уже потом начинается такая живая беседа, которая может тянуться очень долго. Наше, как бы, дело по сохранению памяти этих людей не заканчивается на этом. Мы получили президентский грант на создание первой в мире электронной базы данных памяти всех погибших, вот как видите, полярников в мировом масштабе. То есть не только советские и российские экспедиции, но вообще все, кто, все, кто там полег за все эти, как бы, годы освоения шестого континента, свои захоронения есть, я точно знаю, у арбегов, у поляков, у американцев, возможно, много, у аргентинцев, возможно, еще у кого-то, просто никто об этом не знает. Потому что такого исследования, вот, как бы, именно в мировом масштабе, никто не проводил. И вот мы начинаем это делать впервые, и очень надеемся, что, может быть, через год, через полтора, уже появится в открытом доступе в интернете база, которая будет называться память Антарктиды, и так будут собраны, и с возможностью, как бы, постоянно пополнять найденные данные, будут собраны вот истории всех ребят, кто там погиб, освоенную Антарктиду. Почему вы пошли вот в этот, в разделе «Умное кино» показывать? Только ли «Умным» достойно и доступно посмотреть это кино? Ой, да нет, просто пригласили. «Умное кино» — это проект российского общества знания, в который они пригласили этот фильм, и я с удовольствием, с радостью согласилась. Мы будем рады посмотреть этот фильм. Очень надеюсь, что и вы однажды его увидите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok